Дорогие друзья, всем привет! Очень рада видеть вас на своём канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодняшнее видео мы посвятим мужскому выпадению волос. А главное, у кого кто из мужчин в группе риска, кто действительно подвержен такому очень серьёзному выпадению волос, и главное, что с этим делать. Обязательно досмотрите это видео, мы с вами разберём методы лечения, как повлиять на выпадение волос, чтобы не остаться с лысиной или вообще лысым. Поэтому обязательно смотрите. Также, друзья мои, если вы ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и также пишите комментарии. Они специально для вас открыты. Вы можете задать вопрос, высказать своё мнение по той или иной теме. Поэтому обязательно пишите, я все комментарии ваши обязательно читаю, и мы с вами будем в формате прямого эфира, в формате видео ответов на вопросы. Я буду отвечать вам на ваши самые интересные вопросы. Так вот, друзья мои, выпадение волос является нормой, да? То есть, в принципе, нормально, что примерно 100-150 волосинок в день мы теряем все, и женщины, и мужчины. 100-150 волосинок в день. Соответственно, каждая волосинка, каждый вот наш, да, вот каждый волос у нас растёт примерно от 2 до 6 лет, да? То есть, представляете, какое огромное количество волос на нашей с вами голове, да? Что каждая волосинка растёт в среднем от 2 до 6 лет, и по 100 штук, да, у кого-то меньше, у кого-то больше, но в среднем по 100-150 волосинок в день выпадает. Соответственно, мужчины, безусловно, страдают данным заболеванием, да, таким как облосение или выпадение волос. А если говорить медицинским языком, то это называется андрогенная аллопеция. То есть, повышенная потеря волос, облысение, андрогенная аллопеция. К сожалению, практически 80% мужчин, по статистическим данным, к 50 годам страдают данной патологией. 80% мужчин, примерно процентов 30-35 страдают данной патологией уже к 35 годам, да? То есть, кто-то раньше, кто-то позже, но процент действительно велик. На мой взгляд, данную ситуацию ухудшает ещё осложнение после новой коронавирусной инфекции, так как многие уже врачи, учёные говорят о том, что выпадение волос является таким одним из симптомов, да, перенесённой коронавирусной инфекцией, осложнением. И сейчас идут многие исследования, с чем же всё-таки это связано. Ситуация действительно серьёзная. Как же вообще в целом, да, и у женщин, да, то есть обязательно после коронавирусной инфекции у многих женщин выпадают волосы. То есть, с этим даже столкнулись многие мои знакомые. Я, когда второй раз переболела данной инфекцией, да, она была установлена, выявлена уже постфактум, так как совершенно не было никаких симптомов, такая бессимптомная, стали вылезать волосы. То есть, вылезают, вылезают, да, что ты делаешь, вылезают, вылезают волосы. И потом, как осложнение, действительно не помогали ни витамины, никакие процедуры. И потом, когда я поняла, что это действительно осложнение, организм начал восстанавливаться, и эта история закончилась, да, с таким очень огромным выпадением волос. А так были и шампуни, и маски, и парикмахеры, которые что-то пытались делать, но, тем не менее, результата не было, так как это вот было такое осложнение. Это просто, с чем ещё может быть это связано у женщин. Ну и также различные витаминозы. У мужчин, да, обычно как происходит облысение? То есть, начинается именно вот из этих мест, да, то есть, вот эти места, такие вот у мужчин, да, очень хорошо видны. То есть, как бы виски дальше переходят на затылок, и дальше вот эти вот, получается, углы у нас углубляются, и тут становится всё меньше-меньше волос, да, и вот эта часть в результате, она становится лысой, вы это уже замечали. А вот здесь как бы такой вот поясок из волос. То есть, вот таким образом происходит облысение. То есть, там есть разные соотношения, да, разных баллов. То есть, врач уже конкретно скажет, насколько это облысение, в какой оно фазе, да, в какой оно стадии и так далее. Соответственно, что же влияет на облысение, кроме новой коронавирусной инфекции, да, то есть, про неё мы уже немножко сказали. Во-первых, стрессы. Во-вторых, приём различных сильнодействующих препаратов, вредные привычки. Но на первом месте всё-таки стоит, это именно генетика. Именно генетически предрасположенная, имеет генетическую предрасположенность андрогенная аллопеция. Именно так, да, и именно передаётся это от женщины, то есть, от матери сыну. Да, есть случаи, когда и отец, и сын лысы, да, без, там, страдают данной проблемой. Но в основном именно от женщины передаётся данная патология. Также, почему эта андрогенная аллопеция называется? Так как увеличивается уровень дегидротестостерона. То есть, соответственно, происходит задержка роста новых волос. И поэтому старые выпали, а новые не растут. Вот вам и проблема. Плюс данная патология может быть сопровождена как раз увеличением предстательной железы. Что же с этим делать? Я сейчас не в целях рекламных, да, я не ставлю там ни ссылки, ничего. Я просто называю препараты, которые рекомендуют многие врачи. То есть, первый препарат, миноксидил. Миноксидил – это раствор. Он бывает, там, по-моему, 2,5%. То есть, рекомендуют 5% раствор. Он имеет место, то есть, ну, раствор такой типа мази. И есть еще пена, что вы в места, где происходит облысение, вот этот раствор, можно на ватный тампон, можно просто на руку, да, и прикладываете, и держиваете, и втираете в корни, чтобы регенерировался рост волос, да. То есть, втираем, втираем, втираем. Далее, видите, я вся пушистая стала, вам показываю. Соответственно, 2 раза в день. Но плюс в чем, что пока вы втираете, такая процедура достаточно сложная, то есть, долго надо втирать, волосы будут расти. Если вы утром и вечером на протяжении, допустим, там, полугода втираете, да. Соответственно, как только вы перестаете втирать, может проблема повториться. Есть также еще препарат финостерит. Финостерит. Это таблетки. Они наиболее, то есть, одна таблетка день выпивается, тоже достаточно долгий курс, но они наиболее эффективные. То есть, волосы начинают расти быстрее, но продаются они только по назначению врача. Но препарат очень хороший, но как только вы его прекратите пить, также может процесс опять повторяться, да, и опять начаться облысение. Следующий момент. Также этот препарат профилактирует развитие рака предстательной железы. Как говорят многие рекомендации. И, конечно, один еще из методов, это пересадка волос, где берутся волосы, где в более большом количестве и пересаживаются в места, где происходит облысение. То есть, этот метод хороший, практически один раз пересадили и больше вас это беспокоить не будет. Есть еще различные методы народной медицины, различные электрорасчески. Вот очень интересно знать, может быть, вы знаете какой-то метод, который можете, может, вы пробовали или ваши знакомые пробовали. Обязательно напишите, так как кому-то это действительно может помочь. Поэтому не проходите мимо, пишите. Может, народные средства или еще какие-то методы, вы с нами обязательно этим поделитесь. Пишите. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я вам желаю всего самого наилучшего и чтобы выпадение волос вас никогда не беспокоило. Всем пока-пока и до новых встреч!